В СУ впервые поразили САУ Мальва армии РФ. В то время оккупанты записали видео и рассказали, кто фашист на самом деле. Трамп появился на публике и снова заговорил про Украину, а его кандидат Венс оказался в черном списке россиян. Хусид и Баллистика атаковали корабль, шедший из РФ Китай, а в Белоруссии выла сирена во время пролета шахида РФ. Более подробно об этих и других событиях мы расскажем прямо сейчас. На связи Украина-365. Здравствуйте! Как сообщают телеграм-каналы, на кадрах обстрел позиции С-300-400 под Мариуполем с применением Атакамс. Сообщается, что предварительно поражен пункт управления и две пусковые установки. Киборборушно уточняет, что сегодня ночью была поражена позиция С-300. Там напомнили, что до этого в Мариуполе была поражена позиция С-300В. Выходит, две успешные атаки по позициям ЗРК за четыре дня. Украинские бойцы впервые поразили новейшую российскую самоходную гаубицу «Мальва», которая только в начале июня была зафиксирована на фронте. Сообщается, что «Мальва» попала под удар ракеты на Харьковском направлении, выпущенной из РСЗО «Хаймарс». В этих ракетах кассетные боевые элементы заменены вольфрамовыми шариками для поражения площади без неразорвавшихся боеприпасов. Видно, что пульки пробили кое-где корпус, кое-где застряли в нем, а бронированные окна водительской кабины вообще не пробили. На фото видно, что гаубица стоит на спущенных колесах. Напомним, что на поле боя впервые Сау «Мальва» калибром 152 мм зафиксировали с дрона в начале июня в Белгородской области. Она поступила в 9-ю артиллерийскую бригаду ВСРФ. Это было первое появление арт-установки на фронте с начала заявления РФ об их поставках. Первая партия «Мальв» поступила на вооружение в октябре прошлого года, а в июле были завершены испытания, которые длились три года. Российская «Мальва», по сути, является аналогом французской «Саут-Цезарь» или же украинской «Богданы». Однако у них более длинная пушка, поэтому дальность стрельбы – до 40 км. Сообщается, что длинной рукой американской демократии был уничтожен один из нелюдей, обстреливавших Харьков ракетами С-300. Официальный некролог признал ликвидацию 12 июля капитана Насаева, командира многоканальной станции наведения ракет, которая входит в состав зенитно-ракетного дивизиона С-300. Насаев перед тем, как обнулиться, успел совершить еще один хороший поступок. Сообщил, что в июле бесславно умерли еще два комбата, по контексту, возможно, командиры дивизиона С-300, которые действовали на Харьковском направлении. Это одни из первых зафиксированных и официально подтвержденных потерь российского командного состава на территории РФ после получения разрешения бить по российским военным объектам при граничии ракетами производства стран НАТО. Российские военные контрактники с Харьковского направления пожалели, что пошли на войну, но было уже поздно. Они записали видеообращение, которое тут же разлетелось по социальным сетям. К вашему вниманию, краткий пересказ этих двух с на минуту обращения. 11 мая добровольно подписали контракт, нам сказали, что мы будем стоять на постах на второй-третьей линиях. По прибытию на передок мы поняли, что нас обманули. После первого штурма мы поняли, что творится что-то неладное. Мы вытащили раненых, которые пролежали там пять дней. Их никто не собирался забирать, никто не сказал, что они там есть. Обещали, что нам будут везти еду, воду, что раз в две недели мы будем отдыхать в тыловых лагерях. Все это пустышка. Спустя месяц без еды, без воды, без условий для проживания мы выходим на штурмы, на которые нас отправляют люди, которых мы ни разу не видели. Ведут на убой. Из 110 человек нашей роты осталось менее 25. Двухсотые остаются там, каждый трехсотый счастлив, что вышел из этого ада. От этой нечисти, что дает нам такие приказы. Когда мы выполняем задание, по нам работают наши же арта и минометы. Нас хотят искоренить, любым путем обнулить. Мы добровольно подписали контракты, чтобы искоренить фашизм. В итоге фашизм среди нас, заявляют оккупанты на видео. Мы добровольно подписали эти контракты, участвуйте в СВО, искорените этот фашизм. А в итоге фашизм, он среди нас и пытается искоренить нас любыми путями. Видимо, информация о масштабах потери и о том, какой ад творится на фронте, все-таки понемногу просачивается внутрь России и доходит до глубинных россиян, поскольку поток добровольцев стал иссякать. Из-за этого власти России вынуждены существенно поднимать разовые бонусы за подписание контракта. Об этом пишет украинский журналист и блогер Денис Казанский. Если год назад разовая выплата составляла 200-400 тысяч рублей в зависимости от региона, то теперь ее размер дошел до полтора миллиона рублей. Журналист подчеркивает, что на опубликованном в интернете графике хорошо видно, что существенный рост выплат произошел весной этого года, как раз после мясорубки в Авдеевке, которая выкосила убитыми и ранеными десятки тысяч российских оккупантов. Из-за аварии на Гусино-Озерской ГРЭС в Бурятии без света остались более 115 тысяч человек. Правительство Бурятии сообщило, что из-за аварии оказались выведены два энергоблока ГРЭС. Причина отключения устанавливается. Глава республики изначально сообщил, что время восстановления займет около двух часов, однако его дальнейшие сообщения были лишь об увеличении числа жителей, оставшихся без света. Местные сообщили изданию Байкал-Дейли, что прямо перед аварией слышали в городе громкий хлопок. Телеграм-канал Весюлан-Удэ также сообщил о нем, приложив видео, на котором видно, как с территории ГРЭС идет дым. Официальную информацию о хлопке не подтверждали. В то же время сообщается, что произошел масштабный сбой в работе атомной станции на юге России. Один из энергоблоков Ростовской АЭС отключил автоматика из-за неполадок на турбогенераторе. В энергосистеме Юга России действуют ограничения энергопотребления. В Беларуси сегодня звучала воздушная тревога. Это случилось после пролета шахеда в Могилеве. Сообщается, что сегодня в районе 12.00 жители Могилева слышали звук систем оповещения при чрезвычайных ситуациях. Сирены звучали в городе уже после того, как именно в том районе пролетел дрон Камикадзе типа шахед и летала авиация ВВСРБ. Позднее, только в 12.56 в СМИ появилась информация от МЧС, что в Могилевской области проходит проверка систем оповещения. Однако МЧС не информировала заранее, что такая проверка вообще сегодня планируется, когда обычно ведомства сообщают о грядущей проверке как минимум за день. И это не единственная странность. Отметим, что прямо сейчас в Могилевской области летает вертолет Ми-8 МЧС РБ. Его видно даже на публичных авиарадарах. Так вот летает он в окрестностях Могилева, Быхова и Бобруйска. Именно в том районе, где ранее пролетал шахед. Говорится в белорусском телеграм-канале Моталько Помоги. Как известно, сегодня российские дроны Камикадзе шахед снова залетели в Беларусь. Первый вошел в воздушное пространство РБ в 4.10, второй появился там после 8 часов утра. Украинские силы с начала лета этого года совершили ряд атак на военные объекты РФ во временно оккупированном Крыму. Вражеская армия потеряла не только дорогостоящее оружие, но и столкнулась с ударами по военным складам и полигонам, сообщают Крымреалии. Согласно карте российских военных объектов на полуострове, в начале июня украинские силы нанесли удар по российскому буксиру проекта А498 «Сатурн» или «Протей» на Панском озере, говорится в материале. Кроме того, силам обороны с июня и до сих пор удалось поразить по меньшей мере три дивизиона ЗРК С-300, четыре установки ЗРК С-400 и три установки РЛС. Кроме того, Украина атаковала военный объект врага вблизи села Мичуриновка и поразила склад с боеприпасами в Балаклавском районе. Также журналисты зафиксировали пожары на полигонах Витино. Аналитики Американского института изучения войны считают, что украинские удары по объектам РФ в Крыму нацелены на ослабление противовоздушной обороны РФ перед получением истребителей F-16, отметило издание. Йеменские хуситы провели атаку сразу на два танкера в Красном море, один из которых уходил из России в Китай. Об этом сообщает центральное командование ВС США. Сначала под удар попал танкер МТ Бентли-1, перевозивший масло из РФ КНР под флагом Панамы. Сообщается, что корабль принадлежит Израилю и управляется Монако. Для атаки хуситы использовали три надводных судна, один морской дрон и две небольшие лодки. Позже они запустили из Йемена в сторону танкера еще и противокорабельную баллистическую ракету. Сообщения о повреждении корабля или пострадавших пока не поступало. Напомним, что в июне террористы из Йемена поразили украинско-польское судно в Красном море. Атака была осуществлена с использованием иранско-китайских противокорабельных ракет, запущенных по судну. В результате атаки один из членов экипажа был тяжело ранен. В студию к российским пропагандистам дозвонился зритель, который спросил дедов, по какой причине Путин назначил заместителем Министерства обороны РФ свою племянницу. Пропагандисты в ответ пояснили, что она просто очень хороший специалист. Путин назначил на должность свою двоюродную племянницу по какому принципу? По профессиональному? По профессиональному? По профессиональному. Внимание, я ответил на ваш первый вопрос. По профессиональному. Давайте второй вопрос. Группа из 63 депутатов Европейского парламента обратилась к Еврокомиссии с просьбой лишить Венгрию права голоса в блоке в ответ на недавние визиты венгерского премьера Орбана в Москву и Пекин. Об этом сообщает Рейтер. В социальной сети Твиттера опубликован официальный текст письма, который гласит о значительном ущербе Евросоюзу со стороны действий Орбана. Его обвиняют в эксплуатации и злоупотреблении своей ролью в качестве председателя Совета. Более того, депутаты подчеркнули, что решили перейти к непосредственным действиям по наказанию в Венгрии, поскольку простое словесное осуждение возмутительного поступка не даст никакого существенного эффекта. Обращение подписали законодатели из многих политических групп в Ассамблее ЕС, включая правоцентристскую Европейскую Народную партию, крупнейшую фракцию парламента, а также социалистов, либералов, европейских консерваторов и реформистов и зеленых. Законодатели не имеют формальной возможности лишить Венгрию права голоса, но стремятся оказать политическое давление на Брюссель, чтобы тот принял более жесткие меры в отношении Будапешта. Министерство иностранных дел Индии вызвало украинского посла, чтобы обсудить слова президента Владимира Зеленского о встрече в России, премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского диктатора Владимира Путина. Как пишут индийские СМИ, там обсуждали недавнюю критику президента Зеленского в адрес премьера Моди из-за его визита в Россию в день массированного ракетного удара россиян по Украине. Там отмечают, что вызов посла Украины в МИД говорит о недовольстве официального Нью-Дели словами Зеленского. СМИ также пишут, что Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры после этого инцидента. Как известно, Зеленский раскритиковал визит Моди в Москву в тот день, когда российская ракета ударила по детской больнице Ахмагет в Киеве. Он назвал этот визит «огромным разочарованием». «Это огромное разочарование и разрушительный удар по мирным усилиям видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает в Москве самого кровавого преступника в мире в такой день», написал тогда Зеленский в социальной сети. Трамп появился на публике и сделал заявление об Украине. Сегодня, 16 июля, Трамп посетил Национальный съезд Республиканской партии. Судя по кадрам, Трамп чувствует себя отлично. Единственное, что напоминает о покушении – это повязка на правом ухе. В ходе выступления кандидат в президенты заявил о своей готовности стать посредником между Украиной и РФ в мирных переговорах. Ранее он утверждал, что сможет положить конец войне всего за день. Это вызвало волну скептицизма. «Думаю, что остановлю эту войну сразу после выборов. Если я выиграю, я остановлю это очень быстро, до прибытия в офис», – говорил Трамп. В чем конкретно состоит его план, республиканец не сообщает. Однако есть мнение, что он планирует заставить Киев отдать Путину часть своих территорий в обмен на прекращение агрессии. Джей Ди Венс, который претендует на пост вице-президента США в случае победы Трампа, входит в так называемый стоп-лист России. Как заявило Министерство иностранных дел Российской Федерации, Джей Ди Венсу запретили въезд в страну еще в мае прошлого года. В российский так называемый черный список попали еще 499 американцев, в частности, бывший президент США Барак Обама и экс-послы США в России Джон Хансман и Джон Тефт. Джеймс Дэвид Венс, которого Дональд Трамп назвал своим кандидатом в вице-президента США, далеко не всегда поддерживал Трампа и несколько лет назад вообще его унижал. Кроме того, Венс последовательно выступал против американской военной помощи Украине. Он не поддерживает российское вторжение, но не верит в реальность победы Киева. BBC рассказывает, что известно о политике, который в случае победы Трампа в ноябре этого года может стать вице-президентом США и что он писал и говорил об Украине и России. «Я всегда был против Трампа, он мне никогда не нравился. Господи, какой же он идиот! Он мне кажется мерзавцем!» Это лишь некоторые высказывания Венса о Трампе, который он сделал в 2016 году. В том же году он написал частное сообщение следующего содержания одному из коллег в Фейсбуке. «Я иногда думаю, что Трамп – это циничный говнюк, а иногда, что он американский Гитлер». Но уже через несколько лет Венс превратился в одного из самых надежных союзников Трампа. Теперь он стал его партнером по избирательной гонке и главным претендентом на выдвижение президента от республиканцев в 2028 году. Но давайте сразу к тому, что Венс говорил и писал об Украине и России. Начнем с того, что Венс принадлежит к числу американских сенаторов, выступавших против законопроекта о выделении Украине нового пакета помощи в размере 60 миллиардов долларов. В апреле этого года Венс опубликовал колонку в газете New York Times под названием «Цифры по поводу Украины не сходятся», в которой объяснил причины такой позиции. «Проблема Украины – это не республиканская партия, это математика», – писал Венс. «Украине нужно больше солдат, чем она может найти, даже при условии реализации драконовской мобилизационной политики, и ей нужно больше оборудования, чем США могут предоставить», – говорил он. Венс утверждал, что Украине придется принять жестокую реальность и утвердить оборонительную стратегию и как можно скорее пойти на переговоры с Россией. «Но для этого как американские, так и украинские лидеры должны принять, что заявленная цель войны президента Владимира Зеленского в возвращении к границам 1991 года – это фантастика», – писал Венс. «С этим мнением не соглашаются многие республиканцы и демократы, которые напоминают, что коллективная экономическая и военная мощь стран Запада, помогающих Украине, значительно превышают российские возможности. Такой же позиции придерживаются большинство европейских стран и блок НАТО, который на последнем саммите решил усилить поддержку Украины для обеспечения ее победы». Как напоминает американское издание The Hill, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Венс поддержал внешнеполитическую доктрину Трампа, основанную на принципе «Америка превыше всего». Вслед за экс-президентом он говорил, что Европа должна взять на себя больше обязанностей за собственную безопасность, в частности, в области производства вооружений. Таким образом, по мнению Венса США могут уделить больше внимания азиатскому региону и противостоять агрессивному Китаю. Он также призывал поддерживать диалог с Путиным. «Я никогда не называл Путина добрым и дружелюбным человеком. Я говорил, что он человек с определенными интересами, и США должны отвечать этому человеку с определенными интересами», — цитирует The Hill выступление Венса в Мюнхене. «Тот факт, что он плохой парень, не означает, что мы не можем с ним поддерживать базовый дипломатический контакт на основе приоритета американских интересов. По всему миру полно плохих парней, и мне сейчас намного больше интересны некоторые проблемы Восточной Азии, чем в Европе», — также говорил Венс. «Тот факт, что он плохой парень».